Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее понимать друг друга с полуслова, с полужеста? Здравствуйте, друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». Итак, мы рады представить вам наших сегодняшних гостей. Сегодня вместе с нами играют сотрудники Якутской республиканской клинической больницы. Мы рады пригласить в нашу студию Кискиля Аконосова, Константина Захарова и Ефрема Иванова. Здравствуйте, друзья! Очень рады видеть вас в нашей студии. Название вашей команды и девиз. Наша команда? Смешарики. Наш девиз. Учиться. Учиться. И еще раз учиться. В прошлом году в информационном пространстве появилась новость о поющем слесаре из Челябинска. И сегодня после нашей программы, возможно, заговорят о слесаре из Якутска. Ведь Кискил Аконосов просто шикарно поет, и вокал – главная страсть его жизни. Л – это для того, как ты смотришь на меня. О – это для единственного, который я вижу. В – это очень, 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 экстраординарный. Смешарики. Субтитры сделал DimaTorzok Смеется Костя. Играя в баскетбол, я весьма неплохо. Слесарь технических установок Ефрем Иванов на телевидении далеко не дебютант. В прошлом году он принял участие в популярном телепроекте «Ункюля», где танцевал вместе с Анастасией Сивцевой. И весьма успешно. Они дошли до финала. Помимо танцев Ефрем увлечен футболом и занимается в тренажерном зале. А теперь давайте поприветствуем Марию Васильеву, Николая Григорьеву и Данила Николаева. До угла. Очень рада вас видеть. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе, чем занимаетесь в свободное время помимо работы. И еще, кстати говоря, название команды и девиз. И девиз. Сразу? Сразу? Давайте. Наша команда называется... Подождите, я что-то съела все. Наша команда, комета, наш девиз. У кометы есть девиз. Никогда не падать вниз. Доброе утро. Центра совсем недавно начал бегать. Летом впервые участвовал в забеге и пробежал дистанцию 5 километров. Теперь мечтает улучшить результат и преодолеть 10 километров. Далее 21 и уже после покорить марафонскую дистанцию. Слесарь-сантехник Данил Николаев всерьез увлечен баскетболом. И настолько, что самостоятельно сколотил любительскую баскетбольную команду Якутска. Буквально на днях у нее начнется свой спортивный сезон. Данил человек очень спортивный и азартный. Поэтому сразу без раздумий согласился принять участие в нашей викторине. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли, раз кубчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется встать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видео вопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных трех вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму — это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из «Вопросной троицы». Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первой у нас всегда начинает команда красных. Так, и для этого каждая команда должна ответить на три вопроса из школьной программы. Я думаю, что они не вызовут у вас трудности. Школьную программу, наверное, вы их еще помните. Вопросы будут задаваться рандомно по таким школьным предметам, как математика, русский язык, литература, химия, история и даже английский язык. И вопросы будут задавать учителям городских школ. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Удачи! А если так получится, что команды дадут одинаковое количество верных ответов, в этом случае капитанам команды нужно будет бросить наш кубик, и чья цифра будет старше, тот, собственно, и становится командой красных. Всем понятно, да? Итак, ну поскольку вначале мы обозначили команду смешарики, поэтому вопросы школьной программы звучат вначале для вас. Внимание на экран. Какую характеристику атмосферного воздуха измеряют барометром? Я знаю, но чуть-чуть не могу вспомнить. Ваш ответ? Атмосферное давление. Атмосферное давление. Я хочу обознать, что этот вопрос задает учитель географии Международной арктической школы, и давайте узнаем, какой уже правильный ответ. Атмосферное давление измеряют барометром. Абсолютно верно. Команда смешарики уже заработала одну очко. Следующий вопрос из школьной программы теперь звучит для команды Комета. Внимание на экран. Сколько сантиметров в кубе в одном литре? Сколько сантиметров в кубе? Наверное, тысяча? Да. Тысяча? Тысяча, да? Так, внимание на экран. Давайте узнаем, правильно ли это. В одном литре тысяча сантиметров в кубе. Абсолютно верно. Так, один-один. Второй вопрос для смешариков. На экран, внимание. Как называется прямая, которая делит угол пополам? Так, вопрос из курса математики. А можно еще раз? Нет, вопросы не повторяются. И ваш ответ? Линия. Линия. Давайте сверимся с учителем математики. Прямая, которая делит угол пополам, называется бисектриса. Так, второй вопрос для команды Комета. Все вы знаете увлекательную историю о том, как князь Игорь, собиравший дань с древлян, был убит. И также наверняка вы помните историю о том, как его жена Ольга отомстила за убийство Игоря древлянам. Но после смерти Игоря княгиня Ольга совершила административно-налоговую реформу и ввела систему уроков и погостов. Скажите, пожалуйста, что означает термин «урок»? Здравствуйте! Это не честно. Замысловатый вопрос от учителя истории. Я думаю, Лена вот с интересом таким наблюдала, как историк, да? Уже знает правильный ответ. Ваши варианты какие могут быть? Что такое урок? Что такое урок? А началось все вот с древлян, вот, да? Увлекательная история о вещи Малеге. Она была мстительной женщиной. Урок – это какое-то, видимо, наказание. Вела налоговую реформу. И что означает слово «урок»? Ну, урок – это явно не в том смысле, который мы с вами понимаем. Это, видимо, какое-то наказание. Видимо, это какой-то побор. Ну, она, может быть, у них что-то собирала? Принесите мне урок. 100 рублей. Данил Николаев, вы согласны с размышлениями Марии? Я вообще не знаю, что такое урок. Может, это… Я без понятия даже не забыл. Узнаем правильный ответ? Давайте. Давайте сверимся. Внимание на экран. Если вы ответили хотя бы, что урок – это фиксированное количество даней, ваш ответ можно считать верным. Я считаю, что я примерно была близка. Ну, будем считать, что у каждой команды по одному очку. Последний вопрос для команды СМИ-шарики. Внимание на экран. Что придает крови красный цвет? Эпидемиологи. За что? Вот почему им достаются легкие вопросы? Это моя учительница по биологии. Да? Да. Можно передать привет. Я думаю. Здравствуйте, я в телевизоре. Я в телевизоре, да? Я знаю, но я не помню. Так, технический персонал клинической больницы в раздумьях. И ваш вариант. К сожалению, таким предметом университет. Про атмосферное давление там, это да. Ну, давайте сверимся и потом сравним с вариантом Марии и Николая. Николая. Красный цвет крови придает железо в составе гемоглобина. О, гемоглобина. Да? Да. Наши медики и врачи подтвердили. Абсолютно верно, да? Так, ну, пока у вас, значит, одно очко. У вас есть шанс команда Комета стать командой Красной. Внимание на экран. Последние вопросы из школьной программы для вас. Сколько химических элементов содержит периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева? И насколько мне известно, она меняется, же пополняется, по-моему. Да, я чувствую, вы на нашей стороне. 192, да? Почему-то есть в голове. Сколько? 192. 192? Я не знаю. Мы доверимся Николаю. 192, да. Давайте сверимся с учительным химией. В таблице содержится 118 элементов. 118. Итак, резюмируем. У нас получается, что и Смешарики, и Комета в этом мини-конкурсе заработала по одному очку. Все верно, да? Да. И как я говорила ранее, если одинаковое количество верных ответов, в этом случае команды Капитан будут вынуждены бросать наш кубик. И у кого цифра будет старше, тот, соответственно, начинает основную игру первыми. Давайте Смешарики кидайте кубик первыми. Костя у нас капитан команды. Он решил взять на себя эту ответственность. И кидает кубик. Два. Два. Да. Славное, что не один. Комета. Комета. Мария. Решится судьба данной игры. Раз, два, три. Два. Еще раз. Смешарики. Можно было сразу с этого начинать, да? Алина. И Мария. Главное, что не один. Вероятность выше. У нас так было, что три раза кидали. Четыре. Так. И команда Комета становится командой красных. Меняйтесь, пожалуйста, диванчиками. Устраивайтесь. И начинаем нашу основную игру. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Какая из этих стран является светской? Турция, Иран, Ватикан, Саудовская Аравия? Светская. Саудовская Аравия? Саудовская Аравия? Саудовская Аравия. Аравия? Я думаю, Ватикан. Может, Турция? Турция. Турция. Ну, Турция, наверное. Ага, там почти как и в Европе. По какой шкале измеряет мощность землетрясения? Ну, 30, 60. Там было. А, по шкале? Ага, шкала. Шкала и там фамилия. Не знаю. А, землетрясение. В баллах измеряет уже в баллах. 7 баллов, 8 баллах. А шкала там какая? Подожди, я помню. Сейчас, сейчас. Так. Я помнила, да. Немножко есть варианты? На R фамилия. Нет, я все-таки не помню. Но я знаю. По 10 балл, шкалево. Я слышал об этом, но не запомнил. Оно от 1 до 10, как я помню. Нет? Нет. Кто является автором рассказа «Судьба человека»? Полстовский, Шолохов или Солженица? Полстовский. Первый вариант. Солженица. Шолохов. Шолохов. Думаю, Шолохов. Какая река протекает в Египте? Этот... Нил. 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 Нил, наверное. А, Ань, да. Нива. Назовите имя татара-монгольского предводителя, который проиграл в Куликовской битве и сбежал с поля боя. У меня есть варианты ответов. Тамерлан, Мамай, Бабай. Тамерлан, наверное. Не знаю. Тамерлан. Наверное, это Тамерлан. Но нет, Амерлан. Бабай, наверное. Нет? Ой, Бабай, я вообще такого не помню. Скорее всего, Мамай, наверное. Мамай? Мамай. Благодаря какой игре родилось выражение «игра не стоит свеч»? Варианты. Футбол, карты, шахматы. Шахматы. Футбол. Футбол. Шахматы. Карты. Карты, наверное. Карты, наверное. Там шулеры всякие разные. Ну, туда-сюда. На какой реке стоит Нижний Новгород? Ой, я не знаю. Варианты ответов. Волга, Мур, Нева. Мур. Волга. Волга. Нижний Новгород. На Волге, наверное, да? Начало Волги, ага. Волга. Волга. Ну, скорее всего, Волга, наверное. Все поняли правила игры. Итак, мы начинаем. Команда «Красная» кидает кубик первой, и таким образом мы определим, какое задание ей попадется, и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Друзья, я хочу напомнить вам, что если кубик покажет цифру 6, то в этом случае свой вопрос будут задавать младшие эксперты нашей программы, ученики первого класса 29-й школы города Якутска. Эта же участь вас ждет и в конце нашего игрового поля. Если у вас ходов осталось меньше, чем покажет, опять же, кубик, вам нужно будет выполнить сразу два задания. Первое – это пантомима, последняя клетка на нашем игровом поле. И, опять же, вопрос от младших экспертов нашей программы «Первого классника» 29-й школы. Вам нужно справиться обязательно с двумя заданиями, и на каждое задание вам дается по 45 секунд. Итак, начинаем. Команда «Красных» стартует первым. Так, Мария, кидай эти кубик. И далее по очереди. О, благодарю. Четыре. Так, раз, два, три, четыре. Вам предстоит говорить. Вы подходите сперва к нам, к нашему столику, выбирайте любую карточку. И смотрим на клетку с человечком на синем фоне. Человечек, который говорит. Так, своим не показываем. Да, вам нужно будет это слово объяснить, исключая однокоренные слова. Понятно, да? Центр нашего поля, пожалуйста. А, у меня не пантомима. Не-не-не. Слава Богу. Я уже, вы уже настроились на пантомиму, да? Да, я. Пошли. Это человек, который работает, например, в цирке. И он может сделать разные кульбиты. Гимназ. Да, по-другому. Или, например, играет актер, но он не может этого сделать. И они зовут другого человека. Анимат. На эту же букву, но по-другому. Вы не можете, например, сделать колесо и вызывают этого человека. А, актер. Не-не-не. Остается 15 секунд. Однокоренные же нельзя, да? Однокоренные нельзя. Антонимы, возможно. На А, да? Да. Три, два, один. Ваш ответ? Ну. Долго. Долго вы раскачиваетесь. И это? Мария, ответ. Это акробат. Акробат. Это был акробат. Это акробат ведь это делает? Ну, правильно, в принципе, да. Вы объясняли, да. Мария, присаживайтесь на диван. Ваша фишка не двигается. Команда с мешариком. А, она должна там снять? Команда сенех начинает свою игру. Кидайте кубик. Четыре. Почему? Пять. А, пять. Так, вам предстоит рисовать. Нет, фишка пока не двигается. Вначале подходите к нам. Выбирайте тоже любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на желтый фон. И на ней должен быть изображен на нем желтые... Нет, нет. Рисование. Вот. Это нужно нарисовать. Так, карточка остается у меня. Нарисовать, да? Нарисовать. Не используя слова и какие-либо звуки. Начинаете по команде. Поехали. Я не говорю, да? Вы не говорите, уже рисуйте. Время пошло. Время уже идет, да. Гостиница. Как будто, мне кажется, издалека. Лифты начали. 20 секунд остается. Багаж. Показывать не надо. Сколько места? Кровать. Кровать. Подушка. 10 секунд. Так, а вы вообще поняли, да, что вы решили? Турист. Один время. Все, время вышло. Халат. И это было халат. Халат. В отеле дают халат. Гостя, а почему вы так издалека начали? А почему сразу не нарисовали? Я хотел успеть до этого. Это было первое. В отеле, типа, человеку дают халат. Это как словосочетание вышло, да? Да. Ладно, присаживайтесь. Ваша фишка тоже стоит на месте. Получилось, как я думал. Команда Комета присоединяется. Да, Николай, кидайте кубик. Так. Шесть. Я вам объясняла, да, что если кубик покажет цифру шесть, в этом случае свой вопрос задают младшие эксперты нашей программы. Присаживайтесь. В этом случае вы можете отвечать уже коллегиально. Ага, хорошо. И внимание на экран. Это можно в путь встать и куда угодно, но только надо по размеру покупать. Это такая штука, которая дает плейболам жить. Это такая штука, которая оставляется в фонарике, и они работают. Например, когда игрушка не работает, это можно заменить, и она снова начнет работать. Там, ну, может заряжать телефон, там, и бывают такие, ну... Это есть часа, с помощью этого часы работают. Это может закончиться, и это можно поменять. Это такой маленький аккумулятор. Небольшой элемент питания, который заряжает разные виды плейболов. Так, первоклассники 29-й школы объяснили слово, и ваша задача угадать, о чем была речь. Батарейка. Батарейка, конечно же. Так, Николай, торжественно, да, двигайте свою фишку на шесть шагов, но она уже, собственно, стоит на шестерке. Так, и команда смешарики, давайте продолжаем игру. Кидайте кубик. Хороший вопрос от Малышей был, да? Очень хорошо. И то же самое, да? Вы специально, наверное, оттуда. Так, и опять же, объяснение от первоклассников. 29-я школа, внимание на экран. Это когда берут руки тропированного концерта или фильма. Это когда берут людей либо на работу, либо снимать. Это когда фильмы и мультика берут и могут сделать и победить их там. Это такая игрокость, какого там надо выбрать, кто лучше, и он может стать кем угодно. Конкурс дает нам Павла сыграть его в фильме и принять участие в конкурсе красоты. Это когда прошел какие-то испытания, конкурсы. И результат хороший, отличный. Это когда ты хочешь куда-то записаться, тебе нужно пройти отбор. Если ты сделал все, как учитель сказал, и ему понравилось, то тебя берут. А если не понравилось, не берут. Туда собираются много-много желающих и выбирают самого лучшего. Вот так вот. Что это? Я думаю, кастинг. Кастинг. И вы абсолютно правы. Ура! Так, торжественно команда «Синих» двигает свою фишку. Пожалуйста, тоже вставайте рядом с командой «Красных». Но мы делаем, поскольку у нас передача шоу, мы делаем это красиво и торжественно. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Супер. Так, сравняли счет. Две команды. Давайте команда «Красных» вырываемся вперед. Данил кидает кубик. Шесть. Опять шесть. Раз. А, у нас объяснялок, наверное, не хватит, если так это все продолжается. Внимание на экран. Слушай, малышей. Посидим. Это тот человек, который веселит посетителей или грустит. Такой человек может показывать сместные фокусы. Этот человек приходит в цирк и смешит людей. Такой человек, который в цирке смешит людей. Этот человек очень веселый и может смешить людей запросто. Большой ребенок, который смешит детей взрослых. Это такая профессия, которая смешит людей в цирке. И? Ваш ответ. Взрослый ребенок-то кто это у нас? Который запросто. Это клоун. Клоун. Абсолютно верно. Так, двигайте свою фишку. Ваша фишка красного цвета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, я вижу. Раз, два, три. Четыре, пять и шесть. Супер. Буквально два шага и вы так вырываетесь вперед. Команда «Синик», давайте бросаем кубик. Может быть уже другую цифру, да? Покажем. Шесть. Здорово. Шесть. Внимание на экран. Это точно совпадение, да? Это когда ты переходишь со школы и рассказываешь родителям то, что ты никогда не знал, и это не секрет. Это такая проблемка, которую нужно сручно сообщить. Это такое телевизор, которое можно посмотреть где угодно. Можно вот на телефоне, там, на ноутбуке, на компьютер, на... А некоторые больше всего смотрят на телевизоре. Это когда по телевизору говорят важные события. Это можно слушать по телевизору, по радио. Это можно прочитать в газете. Это когда говорят по телевизору, что кого-то помали. Какая-то новая информация, которую мы только что узнали от людей и по телевизору. Это когда человек приходит и говорит, что сегодня было. Так вот что это? Новости. Где говорят поймали-то? Новости. Новости, конечно же, это новости. Так, тоже двигаем фишку, становимся рядом с красной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, след в след идут, идёт команда синих. Мария. Давайте повыше кидаем кубик. Шесть. Так, ну, опять же, Мария, присаживайтесь на диванчик. Окей, всё, внимание на экран. Объяснение от малышей. Вы же уже в конце нашего поля. Мария, подходите к нашему столику. Вы уже расслабились. Вначале вы же должны у нас с пантомимой справиться. О, нет. Поскольку это финальная клетка на нашем поле. Смотрим голубой фон и маска. Вот, это нужно будет показать. Вначале справляемся с этим заданием. Прошу, центр нашего поля. Вы поняли, запомнили слово, да? Вам даётся 45 секунд. Не используем звуки, словам. Данил и Николай должны угадать, что вы пытаетесь показать. И время. Крест. Крест. Священник. Да, да, это священник. Данил, да угадали. Так, теперь присаживайтесь, Мария, на диванчик. И внимание на экран. Объяснение от малышей. Когда человек берёт всё необходимое и отправляется в далёкие земли, можно узнать новые города. Это когда люди много-много куда-то летают, много куда-то едят. Когда ты ходишь по разным странам или по городам. По всяким странам там туда ехать, потом изучать что-нибудь там. Когда ты куда-то уезжаешь на машине, на автобусе или на самолёте в другие страны. Отдыхать. Выезд в соседний город и с семьёй выезд на природу. Я ездил в Владивосток. Вот, во Владивосток ездил. Кто это, о чём речь? Путешествие. Путешествие, конечно же. Есть поездка во Владивосток. Это всегда путешествие. И всё просто. Как-то у нас стремительная игра завершилась. Раз, два, три. Команда Красных, команда Комета становятся победителем. А, всё, хорошие игры. Мария, как вы и хотели. Как вам и мечталось. Да, реванш. Скажите, пожалуйста, что было интересно, что было трудное в этой игре? Давайте начнём с мешаликов. А, ну, рисунки. Рисунки нарисовать халат было сложно, да? Ну, издалека начал, потому что, поэтому я... А простое? Простое, ну, когда... Детский вопрос. Детский. Так, вот детям на заметку нужно в следующий раз объяснять, как... Посложнее, да? Посложнее, да? Не так очевидно. Так, и вы, Николай, Данил, Мария. Что было сложное, что было наоборот? Вообще игра закончилась очень быстро. Я ждала объяснений пантомимы от Николая. Но, увы. Да, Николаю не удалось раскрыться в этой программе. Я думаю, поэтому вам придётся прийти к нам ещё раз. В конце сезона, либо в середине. С кем вы там собирались? С сотрудниками электроснабжения. Вот. А как вам пантомимы, Мария? Да, она, в общем, просто объясняет. Да. Ну, мы быстро справились. С какого задания вы больше всего боялись, Данил? Пантомимы, скорее всего. Пантомимы боялись. А с рисованием вы бы справились бы? Думаю, да. То есть вы рисуете неплохо? Ну, вообще-то нет. Ну, это легче, чем пантомимы. А вот насчёт халата, вот как бы вы нарисовали? Насчёт халата... Костя вот немножечко издалека начал, да? Там была целая история. Там был сюжет. Там можно было халат самую нарисовать, да? Ну, это всё просто. Да, можно. Можно. Мы не из семлящих путей. Но мы бы нарисовали халат. Итак, победителям сегодняшней игры мы вручаем сертификат, который нам предоставила бургерная вышка. Приятного аппетита вам! Ура! Спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, порой даже очень простое слово довольно-таки сложно отгадать. Учимся понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Увидимся с вами через неделю. Пока! Пока! Всё! Субтитры делал DimaTorzok